Добрый день! С вами снова Зеленый Май и его ведущая Людмила Полагута. Сегодня разговор у нас пойдет о розах, о всеми любимых, красивых, душистых и самых ярких представителей нашего сада. В коллекции Зеленого Мая около ста сортов роз. По сравнению с тем, сколько существует сортов, это немного, но на самом деле каждый сорт тщательно отбирался, продумывался. И в нашей коллекции только самые лучшие представители этого класса, самые яркие, самые душистые, которые легко выращиваются на северо-западе и прекрасно себя чувствуют в условиях нашего непростого климата. Свой рассказ я бы хотела начать с английских роз из питомника Дэвида Остина. Эти розы стоят особняком в семействе роз. Они отличаются от всех остальных формой куста, листвой. Поэтому я вам не рекомендую их миксовать с розами представителями других питомников. У Дэвида Остина очень много ярких желтых, оранжевых, персиковых, кремовых оттенков. Но это прежде всего самые известные леди оф шалот и, например, принцесса Маргарита. Вот они распортированные цветки нежного, красивого, приятного желтого цвета. Ну и, конечно, самый любимый розовый наш цвет, именно розовый цвет розы, это принцесса Александра Кенская. И очень многие любят яркие розы, темные розы. Это роза английская фальстаф. Еще один модный сорт. Сорт называется Кока Лока. Это роза Флорибунда. Она имеет немножко пудровый оттенок, такой бледный, нежно-сиреневый, кофе с молоком. Очень необычный. Еще один представитель модного сейчас оттенка сиреневого в розовых цветниках. Это роза Блю Фую. Она считается самая голубая. И еще одна роза, которая была бы прекрасным дополнением для цветника в этих же холодных фиолетовых оттенках, это роза Флорибунда Бургунди Айс. Если у вас задача создать горячий цветник, то я вам сделала подборку лучших роз с красными теплыми оттенками. Прежде всего, это две шоколадки, которые вы можете использовать из себя в цветнике. Это роза Флорибунда, шоколад Рафлс и хот какао или горячий шоколад. Горячий шоколад, он очень темный, насыщенный цвет, теплого оттенка. А шоколад Рафлс, он более такой оранжевый несколько, и края у розочки немного неровные, что тоже придает такую необычность и очень такую романтичность, я бы сказала. Обязательно возьмите в группу с горячего цветника розу из питомника кордеса бриллиант корсар. Роза яркая, насыщенного цвета, хорошо держит и солнце, и дождь сверкает на солнце, как бриллиант. Если вы не хотите укрывать розы, потому что это требует, конечно, больших усилий и много ухода, то можно использовать розу Робуста, это роза Ругоза, такого же яркого, алого цвета, но слегка более малиновый оттенок, который прекрасно сверкает, оттенок, который просто никого не оставляет равнодушными. Можете ее посадить и в розарий, и в любой цветник. Ну и в заключении я бы поставила розу того же питомника кордес, роза чемплейн. Тоже устойчивая роза, имеет несколько другой оттенок, слегка малиновый, очень обильно цветет, цветет все лето, устойчиво, морозостойко, прекрасное украшение любого цветника. Розы в нашем садовом центре продаются в закрытых контейнерах. Все они экстра класса, с огромной, хорошей, нарощенной корневой системой. Посадить вы можете в любое время, начиная с мая и заканчивая сентябрем. Все эти розы продаются у нас в садовом центре «Зеленый май». Это все, что сегодня мне хотелось рассказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго!